А теперь наши традиционные видео уроки по самообороне. Сегодня Алексей Зацепин покажет, как защититься от удара ногой в пах и что делать, если вас схватили за грудки. Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители спорта. С вами Зацепин Алексей, мастер спорта по рукопашному бою, жидо и бэлому самбо. Со мной мой друг Роман Дедёкин, участник и призер чемпионата страны по борьбе. Сегодня мы покажем вам опять простые, хорошие, эффективные способы постоять за себя. Первое действие, которое мы сегодня вам покажем, точнее защиту от действия, это удар в пах, который часто бывает, случается где-то в кафе, в тёмном переулке. То есть и как-то надо что-то попытаться сделать, особенно человеку, который много не занимается, скажем так, спортом. Как от этого защититься, от ударов в пах? То есть выглядит это довольно тоже несложно, просто есть простые всегда способы. Всё самое сильное, но на самом деле самое простое, поэтому вот мы к этому сегодня подойдём. То есть вот наносит удар мне противник, просто я представляю, защищаюсь вот таким путём, то есть поворачиваю немножко свою ногу на удар, именно колени точнее выставляю, на удар именно, на удар противника. То есть получается, что он попадает не ногой своей, то есть попадает не в колено, то есть по сути он больше травмируется, чем я. То есть еще раз. То есть раз. То есть там другой, допустим, ногой. То же самое. Вот такая вот защита простая. Еще раз. Ну и естественно на этом останавливаться нельзя. Только защитились. Раз сразу ответ луки. Ну и конечно же опять-таки локтем. Вот так это все выглядит. Еще раз. Примерно так. Еще раз. Давай покажем. Собственно говоря, вот именно это техническое действие. На этом завершим. Сейчас покажу вам элемент из борьбы. Тоже довольно простой. Это посадка. Точнее она же подсечка. То есть что-то такое среднее. То есть довольно часто, даже дети бывают, когда дерутся, они делают это непроизвольно. Там сложности никаких нет. То есть это когда к вам подошли, стали трепать вас за отворот, там за рубашку, свитер, неважно. То есть захватили тоже одной рукой. В данной ситуации левой я его захватил за шею, правой за локоть. И делаю такое движение, как в футболе пас. Все знают. То есть в футболе пас происходит вот так вот. То есть тут я, в принципе, точно такое же действие повторяю. То есть скручиваю руками сюда, а ногой иду навстречу моему же движению. То есть выглядит вот так вот. То есть повернемся вот так, чтобы было видно. То есть делать это надо под ту ногу, которая впереди. Либо же, если, конечно, у него две ноги, когда стоят вот так вот одновременно, то тогда неважно под какую ногу. Вот. Но опять-таки какая-то нога у человека, она все равно, то есть является, то есть чуть-чуть впереди всегда находится. То есть именно под эту ногу. То есть и выглядит это опять вот так вот. Раз. Еще раз покажем. Ну и, конечно же, надо его сверху огреть, чтобы он потом не поднялся, не сделал вам все равно что-то плохое. Вот. Раз. Не сильно. Не добивать. Опять-таки Уголовный кодекс Российской Федерации никто не отменял. Вот. Так что на этом наше сегодняшнее занятие закончено. Занимайтесь спортом, берегите себя своих близких. До новых встреч. На этом у меня все. Будьте здоровы. Болейте только на спортивных аренах. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok